Друзья мои дорогие, добрый день, с вами Катя. Я вас как всегда приветствую из нашего города, из Кинчану Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой третий канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и как всегда, под сюжетом в описании оставлю ссылку на мой основной канал, где под 300 тысяч подписчиков, на мой второй канал, где под 100 тысяч подписчиков. Телеграм-канал скоро у меня будет новый, поэтому скоро, когда на днях сделаю новый канал, дам ссылку на моем канале основном, и вы все перейдете тогда на новый Телеграм-канал, потому что, к большому сожалению, у меня проблемы с модерацией. Итак, ну о чем мы с вами поговорим. Совершенно случайно мне сегодня попала статья коммерсанта, что Антона Красовского, его уволили с канала RT. Больше не работает там из-за скандала, который произошел. Это было связано с его высказываниями в адрес украинских детей. Я прочитала несколько статей, четко услышала вот эту цитату, что он там брал интервью одного писателя, вот, и писатель рассказывал о том, что когда вот в детстве он приезжал туда отдыхать, в общем-то дети его, сверстники, говорили, что вот москали, они оккупировали эту территорию. Вот, и Красовский, он там каким-то образом прошелся, что надо вот таких вот было закрывать в каком-то там амбаре, по-моему, так. Я не вчитывалась, потому что так по диагонали прочитала, и мне дурно стало, конечно, от этой фразы. Вот, и жечь. И вообще я не знаю, как такие мысли только приходят в голову, такие вещи говорить, вот, но я считаю, что это психоз, психоз. Вот, когда я, мы с вами много сейчас, вот, на данной платформе мы посвящаем с вами сюжетов психологии, я считаю, что он социопат или псих, или, ну, нарцисс, это там само собой, это видно очень хорошо, что он нарцисс, но то, что он психически нездоровый человек, абсолютно, это, по-моему, было видно и ясно. Значит, для моих постоянных подписчиков, я моим постоянным подписчикам, я хочу напомнить, а моим новым подписчикам я хочу рассказать, что произошло у меня с Красовским два года тому назад, примерно два года тому назад. Это еще тот самый, та самая эпоха, эпоха вот этого, нет, наверное, знаете, все-таки, я думаю, что не два года полтора там у нас это произошло, вот, когда вот это было, ага, ага, потом, в общем-то, вот это вот пошло там за ложечки, за маму, за папу и за дедушку. Вот, и получилось так, что вот мы с ним столкнулись, сбоднулись, на почве он за все за это очень здорово топил, и топил, в общем-то, в такой свойственной для него форме, то есть, извините, в хамской форме, что вот те, которые не хотят этих ложечек, те, которые хотят быть на диете, соответственно, он не стеснялся выражения, там и быдло называл, и чего только не желал людям, чего только не желал таким людям. И мне было удивительно, что, в принципе, канал, государственный канал, он такие вещи, такие фразы допускал. Нельзя так делать, нельзя, потому что все-таки должна быть какая-то культура общения, а мы вот таким вот образом скатываемся, и скатываемся мы на любом уровне, а потом мы удивляемся, почему мы не можем вести дипломатические переговоры, почему нами сейчас управляют военные, а не дипломаты, потому что вот такие выражения. И, естественно, журналисты, на мой взгляд, они должны следить за своим языком и взвешивать те слова, которые они произносят. Что касается Красовского, у него таких выражений было очень много, и вообще по поводу любого аргумента всегда вот это свирепствовало в нем, такое вот хамство, цинизм и хамство. И, в общем-то, мне казалось всегда так, что он чувствовал всегда, чего хочет система, любая система, это во всем мире так, друзья, у нас сейчас, вы знаете, как вот с демократией дело обстоит везде, то есть если ты вот дуешь в системную трубу, у тебя все в порядке. Значит, если ты как бы писаешь против ветра, соответственно, тебе вот таким вот образом достается. Это везде, это во всем мире так. Вот, и он, значит, дул в системную трубу, по-моему, дул адски. То есть вообще считал, что за это его похвалят. Это не от большого ума делается, что такие вещи надо, конечно, уметь прятать, шифровать. Вот, и хамов никто не любит, агрессоров никто не любит. Всегда, в общем-то, нормальная интеллигентная публика, она за аргументированный подход. Ну вот, и, в общем, у нас с ним произошла очень сильная стычка, и он записывал интервью с Виктором Салтыковым. Помните, наверное, такой был певец в 90-е годы. И перед тем, как перейти к интервью с Салтыковым, он, опять же, прямо в формате этого канала RT, я сейчас вот несколько приведу скриншотов, в общем, этого интервью больше нету, но суть была такая, что вот из-за этой стычки, потому что вот по поводу вот этих ложечек за маму, за папу и за дедушку, что якобы я ему угрожал. Да никогда в жизни этого не было, друзья. Это абсолютно не так, что он там пошел на передачу к Малахову, и в этот самый момент я и кто-то еще там из моих подписчиков, значит, по поводу, там, на него стали наезжать, ему стали вот угрожать. И он сказал, что у меня на балконе стоит очень много горшков, вот, и все, значит, вот эти вот горшки, там он мне на голову сбросит, и моим подписчикам на голову он сбросит. Ну вот такой вот, знаете, газлайтинг, я называю это таким образом, но это психология, раздел психологии. То есть ты вообще сам по себе психопат, социопат, ты не фильтруешь вообще то, что ты говоришь в отношении вот этих самых горшков, что ты там нам на голову их хочешь посадить сверху. То есть это нормально, да, а вот то, что тебе там было написано, что нечего гнобить людей, которые думают своей собственной головой, и в отношении вот этих вот ложечек говорят, мы на диете, мы не хотим, это наш выбор, это наше собственное дело. А он, в общем, в такой форме, именно хамской форме это вот сделал. И ничего в формате РТ это все дело показали, и Симоньян, она абсолютно никаким образом на это не отреагировала. Вообще не соображаете, что ли, вы не понимаете, что он человек со сдвинутой психикой, и вы ему даете пространство эфирное для того, чтобы он вот таким образом хамил людям. Вот то, что произошло вот про детей, это его обычный формат, нормальный формат абсолютно. Он так вообще всегда, насколько я так вот помню, представляю, общался с людьми, и даже если посмотреть там на его выходки, вот есть такое видео, где он держит в руках розовую такую надувную свинью, и, значит, ей вот в попу, и очень так живенько смеется. Я сейчас здесь вот приведу несколько скриншотов. Поэтому вот у меня такое ощущение возникает, что держать человека на канале, на государственном, который, ну, ты же видишь, что у него с кукухой не все в порядке, абсолютно не в порядке. Но это же опасно, это же, наверное, рискованно. То есть его начинают заносить по любой теме, лишь бы дунуть в трубу, как говорится. По любой теме его всегда заносило, ну, и сами распустили, а теперь вы удивляете, что была сказана вот такая фраза. Это позор, это испанский стыд, это очень большой позор, я считаю, для государственного канала. Не, ну, такие вещи происходят и в Италии. Я, друзья, вам рассказывала о том, что СМИ, вот здесь это уже, вот эту коробочку нет, это просто только одно мнение о существу, это точно так же в такой радикальной форме это зачастую высказывается. Я против этого. Вот я вам хочу сказать, я не делю в этом смысле на своих разведчиков, на своих разведчиков и чужих шпионов, на своих разведчиков, по Юлиану Семенову, абсолютно. Хамство, оно есть везде. Хамство, я это дело пресекаю в любом формате, мне не имеет значения, для меня, как для блогера, как для журналиста, не имеет значения, где это было сказано и в адрес кого это было сказано. Но если это хамство, соответственно, я таким образом считаю, что такие вещи надо пресекать. Значит, да, так вот я хочу продолжить, что когда у меня с ним произошла вот эта вот стычка, и он в формате RT, где очень много было просмотров, сказал вот имя и фамилия, моя, кто я, что я в Италии, что я живу в Италии и так далее, значит, он мне сказал, вот это было сказано, то есть он конкретно указал на меня, на конкретного человека, и было очень легко понять, кто я. Значит, я просто сделала какую вещь, я пошла в полицию, и я через Интерпол тогда на него написала письмо. И я знаю, что это письмо, оно пришло. То есть оно находится на рассмотрении в аналогичном органе в Москве. Но вот сейчас в связи с последними событиями, я не знаю там, как это все взаимодействует, как это все функционирует, пока мне никаких ответов не приходило. Но тогда вот за эту клевету я на него в суд подала. Сейчас ничего не двигается. Сейчас, на мой взгляд, вот этот, международные вот эти процессы, они, по-моему, все стоят на месте. Что мне пока ничего не приходило, но я знаю, что это ушло в прокуратуру в Москву. Вот. И, кстати, я помню еще, что еще кто-то тогда на него тоже подавал жалобы, на него тогда тоже писали. Вот именно по поводу тех вещей, что он кого-то оскорблял. Видите, полтора года прошло, много очень событий уже. Поэтому я до этих деталей, я уже не помню, но вот это я тогда сделала. В общем, я на него тогда, пожалуйста, я была настолько возмущена в тот момент. Ну, как так, берешь и врешь, что я там, тебе такой, угрожа. Да, такого близко даже не было. Просто я высказала свое мнение, и я, для меня нетипично хамить. И пользоваться вот в эфире неформатной лексикой, как он пользуется. Поэтому не было такого абсолютно. Да, мужики, конечно, они очень многие мельчают. Мельчают, мельчают. Смотрите, у нас листики. Вот. И, ну, вот в конце концов его уволили. Ну, вы знаете, радуюсь я этому или не радуюсь? Нет, конечно, потому что в такой ситуации, в какой мы сейчас все оказались, конечно, потерять работу и потерять работу на престижном канале, это, естественно, тяжело. И вряд ли сейчас куда-то вообще возьмут, куда-то пристроят. А жить как-то, выживать надо. Но, наверное, на мой взгляд, надо было просто вовремя всю вот эту его бодягу ставить на место. Кстати, я еще хочу сказать. Я вот помню, он... Меня очень... один факт очень сильно удивил. Вот Захарова, Мария Захарова, я ее очень уважаю. Я считаю, что она умная, образованная женщина, знающая женщина, что она абсолютно на своем месте находится. Но меня очень сильно удивил один случай, когда я смотрела... Тоже он у нее брал интервью. Они сидели там на крыше какой-то гостиницы с видом, по-моему, на Красную площадь это было. И почему-то он позволял себе, разговаривая с ней, говорить, бля, на вдохе и выдохе. То есть вообще вот весь спектр нецензурной русской лексики он использовал. И она, в общем-то, не пресекала никаким образом, что со мной вот так вот разговаривать нельзя. Я не знаю, не понимаю. Вот некоторые есть вещи, которые просто я не понимаю. То есть это не... Если хороший журналист, это значит острый журналист, это умение материться и оскорблять на каждом шагу людей, я не считаю, что это журналистика. Надо идти тогда работать в какой-то профильный журнал, где, наверное, есть такие журналы эротические, да? Вот можно там печататься. Почему бы нет, если только вот про это разговоры все. Ну, жалко, конечно, что допустили вот такое хамство и вот такую распущенность в эфире. И не надо было, на мой взгляд, этого допускать. Вот. А что касается вот этого заявления, которое я написала, я думаю, что я его теперь отзову просто-напросто. Потому что, наверное, я... Не наверное, я это сделаю. Да, полтора года тому назад где-то это произошло. Поэтому при случае я напишу другое заявление. Поэтому, Антон, если случайно попадете на этот ролик, я вот то заявление, я его отзываю. Ну вот. Я, как говорится, в данной ситуации, как бы оно ни было, не потолкни падающего. Но я очень надеюсь, конечно, что для вас в будущем это был очень хороший урок. Что все-таки этику отношений и приличное поведение все-таки никто не отменял. Я понимаю, что эти времена у нас тяжелые, что общество деградирует. Тут ничего не поделаешь. Как есть, так есть. Вернемся назад. Вот. Но, наверное, это будет хороший урок на будущее. Что не надо зарываться в первую очередь. Тем более, когда разговор идет о рябидне. Потому что так нельзя такие вещи. Это экстремизм. Правильно вам было сказано. И такого допускать нельзя. Никогда в жизни. И говорить, потом писать в телеграме, что во время эфира вот так вот бывает. Несет, несет, несет. Но кого куда несет? Кто, на кого учился, как говорится? Того туда и несет. Других же не несет в ту сторону. А вас почему-то вот так вот несет. Поэтому я высказала свое мнение. Потому что в связи с его увольнением мне очень многие мои подписчики сегодня написали. Вот ты помнишь эту историю, которая у тебя с ним там произошла полтора-два года тому назад. Вот его уволили. Какие новости есть по этому поводу? У тебя и суда. Вот я вам доложила ситуацию. Новостей у меня особенно никаких в этом плане нет. И уже теперь не будет. Потому что я планирую это заявление и планирую его забрать. Ну вот так вот. Вот такие вот у нас времена. В любом случае я всем желаю здравого смысла. Потому что, опять же, хочу сказать, ситуация у нас очень стрессовая. Но в любом случае мы должны оставаться людьми и не зарываться. Не зарываться. Знаете, чтобы потом, как Павка Корчагин, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. За своим языком, как бы ситуация не разворачивалась, надо очень даже следить. Как делает Лавров, в частности. И никогда не допускать подобных вещей. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз.